Конкурент ППШ, пехотный пулемет шпитального 1940 года. Приветствую всех любителей оружия. В этом выпуске по просьбе подписчика Геннадия Демченко я расскажу о пехотном пулемете шпитального. Оружие, о котором пойдет речь сокращенно называется ППШ, так же как и легендарный пистолет-пулемет Шпагина. Образец шпитального называется пулеметом лишь условно, по документации 1940 года, являясь по сути пистолетом-пулеметом. Шпитальный участвовал в конкурсе по замене на вооружение пистолета-пулемета Дегтярева и являлся конкурентом представленного там же пистолета-пулемета Шпагина. Борис Гаврилович Шпитальный являлся начальником одного из опытных конструкторских бюро, известен своими разработками в области авиационных пулеметов. Шпитальный представил свой вариант пистолета-пулемета с достаточно необычной автоматикой, работающей по смешанному принципу. Применяется одновременно отвод пороховых газов и ход свободного затвора, что из описания к данному оружию приводило к увеличению импульса, оказываемого на затвор. Не совсем понятно, для чего понадобилось дополнительное усложнение конструкции с использованием подобной нетрадиционной автоматики. Однако в заключении принимающей комиссии было указано, что принцип автоматики является заслуживающим внимания и рекомендуется дальнейшее изыскание. Патрон использовался 7,62 на 25 мм, такой же, как в пистолете-пулемете Шпагина и пистолете ТТ. Боепитание находилось в барабанном магазине, но не на 71 патрон, как у Шпагина, а на 97. По заключению комиссии снаряжался магазин шпитального проще, чем магазин Шпагина. Имелся переводчик ведения огня, дульный тормоз. Несмотря на более сложную конструкцию, пехотный пулемет Шпитального превосходил по надежности ППД и лишь немного уступал ППШ. Образец Шпитального превосходил ППШ по начальной скорости полета пули и дульной энергии при меньшей отдаче. Использовался амортизирующий механизм, но состоял из большего количества деталей и проигрывал по массе. ППШ был легче приблизительно на 700 г без учета патронов. Также магазин Шпитального с увеличенным боезапасом добавлял дополнительную массу. По общей длине пехотный пулемет Шпитального также уступал ППШ 935 мм против 840 мм. По подсчетам специалистов того времени затраты ресурсов на изготовление одного образца ППШ равняется примерным затратам на изготовление 5 ППШ. Однако образец Шпитального в большей мере раскрывал потенциал используемого патрона и при стрельбе на 200 метров превосходил на 23% покучности ППШ. В конкурсе учитывалась также скорость сборки и разборки оружия, где пехотный пулемет Шпитального проигрывал в разы более простому ППШ. В статьях, описывающих малоизвестные опытные образцы часто упоминают, что данное оружие было недооценено, незаслуженно забыто. В данном случае руководство приняло логичное и правильное решение о принятии на вооружение именно пистолета-пулемета Шпагина, который, как мы знаем, был выпущен в дальнейшем в количестве более 6 миллионов экземпляров. Возможно, что если бы не Георгий Семенович Шпагин, то вполне мог быть доработан в плане снижения массы и принят другой ППШ, Шпитального, что неизбежно сказалось бы на количестве выпускаемых единиц оружия. Друзья, если вам понравился данный выпуск, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Оставляйте свои комментарии под видео, это мне помогает совершенствовать свой канал и находить более подходящую для вас информацию.